Урная часть. Достижения российских полицейских в борьбе с киберпреступниками и незаконным оборотом наркотиков высоко оценили в Лаосе. На этой неделе здесь прошла 41-я конференция Ассоциации национальных полиций стран-участниц ОСЕАН. Представители правоохранительных ведомств из разных государств собрались в Авгентеяне, чтобы обменяться опытом и наладить практическое сотрудничество. Нашу делегацию возглавил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Россия имеет в организации особый статус, диалоговый партнера, а представители МВД назначены контактными лицами и принимают участие в ежегодных встречах. Специально для итогового выпуска программы «Вести дежурную часть» Владимир Колокольцев дал отдельное интервью. Министр отметил, что только практика открытости и взаимного уважения может побороть терроризм и экстремизм. Но, по словам главы МВД, в последнее время появились факторы, которые мешают борьбе с международным злом. Мы отмечаем попытки политизации наших полицейских контактов, прежде всего со стороны Минтерпола. Поэтому призвал своих коллег, обратил на это внимание о недопустимости политизации наших полицейских контактов и нашего полицейского сотрудничества. Он подчеркнул, что политизация этого нашего взаимодействия, она только приводит к усилению незаконного оборота наркотиков. Призвали своих коллег, своих партнер активнее взаимодействовать с Шанхайской организацией сотрудничества, в частности с региональной антитеррористической организацией. У российских полицейских большой опыт в борьбе с трансграничной преступностью. На базе МВД недавно было создано специальное управление, которое занимается раскрытием IT-преступлений. Как результат, резкое снижение числа подобных правонарушений. Сотрудники ведомства готовы делиться своими наработками с коллегами из других стран. Об этом Владимир Колокольцев заявил на встрече с министром общественной безопасности Лаоса Вилаем Лакамфонга. В целом, стороны отметили, что отношения наших стран развиваются очень плодотворно и полностью совпадают по многим вопросам международной повестки. Российские полицейские планируют и дальше продолжать активное сотрудничество с десяткой осян по всем ключевым направлениям.